Традиционная майская конференция «Духовные родники Подмосковья» прошла в Люберцах. Участие в ней приняли учителя и ученики общеобразовательных учреждений со всей Московской области, а также Владыка, Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский совместно с Министерством образования Подмосковья и главой Люберецкого округа. Верность и вера – эти темы стали главными на открытом уроке в этом году. В преддверии праздника Дня славянской письменности «Духовные родники Подмосковья» стали уже традиционным событием. Кстати, в Люберцах эту конференцию провели также не в первый раз. Когда есть подобные мероприятия, когда подобные мероприятия проводятся у нас в Люберцах, то это, с одной стороны, нас обогащает, нас мобилизует. Мы каким-то образом пытаемся немножко подтянуться, принять, естественно, гостей, как любая хозяйка в доме. Но это дает возможность еще немножко соприкоснуться с тем, чему посвящено сегодняшнее мероприятие. Нравственные ценности и будущее человечества в этом году – именно это стало главной темой конференции. На ней выступили с докладами о воспитании детей в семье Николая II, об исследовании иконы «Богоматерь Владимирская», а также рассказали о книге «Доброделание. Нравственные ценности в жизни человека». Ее создали специально для этой конференции. И выходит по словам апостола Павла, что если нет добрых дел веры, ибо дело без веры, если нет добрых дел, то нет веры, потому что вера без дел мертва. Вот исходя из заповедей Христа, христиане определяли цель и ценности жизни. Это и есть содержание первого раздела книги. Участники конференции отметили ее работу плодотворной. Также своими впечатлениями о ней поделился митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. У меня было такое впечатление, что это богослужение, потому что прохватило меня до слез. Настолько глубинное сейчас сотрудничество между церковью и образованием, что мы по существу в таких доступных формах предлагаем детям и миру великие евангельские образы и учения. После конференции со взрослыми делегация переместилась на открытый урок с детьми. В Большом зале Дворца спорта «Триумф» собрались школьники со всей Московской области. Нам есть чем с вами гордиться и есть кого брать пример. Рука об руку сработничают в Московской области образование и Московской епархии Русской Православной Церкви. И все наши открытые уроки сегодня в таком большом количестве всегда говорят о добре и о умении этим добром поделиться с человеком, который находится рядом с тобой. Темами открытого урока стали верность и вера. Для всех гостей мероприятия подготовили представление, где главными героями стали воспитанники киноклуба, в котором дети рассуждали о вечных ценностях. Главные участники занятия – школьники – поделились своими впечатлениями от этого урока. Я считаю, что важно устраивать такие мероприятия. Они помогают детям понять важные вещи в своей жизни и развить свою душу, и чтобы понять, как жить дальше, что важно реально в жизни и что правильнее делать. Отмечу, помимо школьников и учителей, участие в работе конференции принимали руководители православных школ Московской области, а также представители Московской епархии Русской Православной Церкви. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok